МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делегация Чувашии отправилась на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Высшая школа жизни. ЧГУ имени Ульянова отмечает 50-летие. Вопросы транспортных перевозок обсудили сегодня в Доме правительства. В повестке дня стоимость билетов, оптимизация маршрутной сети и долги троллейбусного управления. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Жители Чувашии все чаще жалуются на высокую стоимость перевозок. С претензиями пассажиры обращаются и на прямой углове региона. Чебоксары-Цибирск, расстояние, знаете, стоимость билета может быть в отдельных случаях 50 рублей, в отдельных случаях 70 рублей, в отдельных случаях до 100 рублей. То есть полтора-два раза дороже. Конечно, наши люди, наши жители, наши ветераны начинают возмущаться, а где же власть? Как правило, стоимость билетов завышают владельцы маршрутов, которые не придерживаются принятой тарифной политики. Таких в республике насчитывается порядка 70 и к ним возникает немало вопросов. Накануне рабочей встречи в Доме правительства специалисты проинспектировали работу цивильских перевозчиков. Они, естественно, не обилечивают пассажиров, естественно, не платят никакие налоги ни на содержание своих работников, а остальное, поэтому у них цена получается дешевле. Есть номера автобусов, номера маршрутов, все есть у нас. Тебе проверили? Работаем. На межмуниципальные маршруты установлены следующие тарифы. За наличный расчет 2 рубля 62 копейки за километр и за безналичный расчет 2 рубля и 9 копеек. Когда есть такие отдельные нарушения, можно сказать, то надо привлекать этих, соответственно, перевозчиков к ответственности. Где на самом деле не хватает конкурентной среды, то мы должны создавать конкурентную среду. В ближайшее время большая часть маршрутов должна перейти на регулируемые тарифы. В республике будет принят документ планирования перевозок. Необходимо принять документ планирования для того, чтобы на законодательном уровне закрепить нерегулируемые тарифы и регулируемые тарифы. Для того, чтобы это сделать, необходимо предусмотреть такой перевод в документе планирования регулярных перевозок, который утверждается нормативным правовым актом. Такой подход, отмечает глава региона, поможет навести порядок в сфере перевозок. Отдельные не согласятся, не согласятся. Вот у вас два с половиной раза превышение транспорта на остановках, которые создают опасную ситуацию. Они уходят с рынка. В Доме правительства обсудили и перспективы Чебоксарского троллейбусного управления. Ситуация непростая. Энергетики горозят предприятию отключением отряда тяговых подстанций. Сейчас пассажиропоток не приносит необходимой прибыли. 274 миллиона было предусмотрено в тарифах, по той информации, которая представлена нам устно, правда. На 73% рост на тягу в тарифах мы видим. Рост затрат на электроэнергию 38 миллионов в этом году по сравнению с прошлым годом. В правительстве республики рассматривают вопросы финансовой помощи предприятию. Но прежде необходимо до конца реализовать план оптимизации. Поддержка за счет бюджета в таком объеме, она невозможна, она не бесконечна. Те планы, которые ждали более года назад, они, Алексей Ильич, не выполнены. То есть мы оптимизацию эту не смогли с вами достичь. Шансы выбраться из долговой ямы у предприятия есть. Глава республики отметил, что сейчас все зависит от грамотного подхода руководителей. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. За мир, солидарность и социальную справедливость. 125 участников и 60 волонтеров из Чуваши отправились в Сочи на международный фестиваль молодежи и студентов. Делегатов от нашей республики сегодня напутствовал и глава республики Михаил Игнатьев. Чтобы доказать, что они лучшие и достойные представлять республику на мировом уровне, молодым людям пришлось пройти через сито всевозможных экзаменов, тренингов, обучающих семинаров. Несомненно, каждая из них личность. У молодых педагогов, медиков, журналистов, студентов уже есть свои маленькие победы. У кого-то в науке, у кого-то в искусстве. Наши молодые люди, для того, чтобы достойно представить наш регион, прошли еще и обучение. Неделю лучшие эксперты нашей республики подготавливали их. Мы обновили их знания по истории, по истории Чуваши, по истории России. Я уверена, что ребята здесь лучшие из лучших и что мы достойно представим наш регион. Программа фестиваля тематическая, так что свою нишу найдет каждый участник. Это позволит вам, уважаемые люди, самореализоваться в этой жизни. У вас появятся сейчас новые друзья, какие-то международные связи появятся. Вы не теряйтесь, потом, соответственно, постарайтесь там переписываться. И вы посмотрите на эту жизнь другим взглядом, другими глазами. Хорошая перспектива для вас открывается, это однозначно. Ребята взяли с собой в Сочи видеоролик, специально снятый для международного форума. Республика, где всегда вам рады. Привет, Сочи! В рамках фестиваля состоится выставка регионов, сформирована культурная программа. Многие ребята до сих пор не верят своему счастью. Мы надеемся, что мы сможем довести весь дух фестиваля, все, что мы там получим, до наших коллег, до наших друзей, до наших членов организации, до общественных, до наших студентов. Спасибо большое за такую поддержку. Напомним, наша страна принимает фестиваль в третий раз. В этом году его участниками станут более 20 тысяч участников из стран мира. Событие, которое случается раз в 30 лет, несомненно, останется в памяти этих ребят на всю жизнь. Чувашия едет на фестиваль! Среди участников Всемирного фестиваля молодежи немало студентов Чувашского государственного университета имени Ульянова. Сегодня ведущий вуз республики отмечает полувековой юбилей. ЧГУ имени Ульянова создавался на базе Волжского филиала Московского энергетического института. Тогда в его структуре было всего 7 факультетов, где обучались более 5 тысяч человек. Сегодня ЧГУ – это 16 факультетов и более 17 тысяч студентов. Образование в вузе, кроме россиян, получают молодые люди из 44 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и СНГ. Диплом ЧГУ сегодня котируется достаточно высоко. Вы легко найдете сегодня массу организаций, где ведущие и главные специалисты составляют 90 и более процентов. Это выпускники нашего вуза. Это о многом говорит. Примеры из современности, дорогие друзья. Крымский энергомост – уникальный объект со всех позиций. Не только с точки зрения строительных конструкций. Энергомост Крымский делают наши выпускники сегодня. За эти годы университет подготовил свыше 113 тысяч специалистов с высшим образованием. Сегодня ЧГУ – это инновационный вуз, интегрированный в экономику региона и страны. В вузе реализуются современные образовательные программы, используются передовые технологии, проводятся научные исследования. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Сегодня же в ЧГУ имени Ульянова открылась международная научная конференция «Арсентьевские чтения», приуроченная к 50-летию вуза. В ней принимают участие ученые из семи стран. Роль университетов в истории и культуре России и мира, университетология и педагогика – вот основные темы конференции. «Арсентьевские чтения – хорошая и давняя традиция вуза». Они посвящены памяти декана исторического факультета «Анны Арсентьевской конференции» уже седьмая по счету. В столицу Чувашии прибыли гости из 46 городов страны, в том числе из ведущих вузов России и отделений Академии наук. В общей сложности 90 участников, среди которых немало ученых с мировым именем из университетов Китая, США, Украины и Туркменистана. Вот эта география участников, вот эта представительность очень серьезная и, так сказать, значимость сегодняшнего мероприятия. Вот седьмые арсентьевские чтения, у меня находятся в руках два тома трудов, статей наших участников. В рамках конференции будут работать секции, семинары, мастер-классы, где можно познакомиться с авторскими методиками обучения. Изобретатели и молодые ученые представят свои оригинальные идеи и проекты. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика. Городостроительный совет Чувашии вновь обсудил строительство высокоскоростной магистрали Казань-Москва. На прошлых совещаниях члены совета высказали свои замечания, и сегодня проектировщик представил доработанный эскиз. Больше всего нареканий вызвала слабая транспортная сеть. Отсутствие развязки, которая соединила бы вокзал ВСМ с аэропортом, речным и железнодорожным вокзалами. Основное замечание. Мы получили от Минтранса вашего согласования этой развязки. Следующий вопрос – это рассмотрение связи между Худейсом и Свердмопульсом, как жители будут добираться до вокзала. Автобусные остановки и пешеходные переходы оставлены, существующие, как они и были. И стрелочками зелеными и красными пути показаны пути движения общественного транспорта. В проекте также предусмотрели скотопрогон. А вот с пешеходными дорогами между Кугесиями и деревней Свердмопульсом пока не определились. На наш взгляд, по такой пересеченной местности, такие расстояния преодолевать пешком, наверное, все-таки не очень это удобно. Но если вы будете настаивать, может быть, от вас будет какое-то предложение, где и как это было бы правильнее. Остальные пункты, такие как устройство зон санитарной охраны, сброс источных вод, находятся на контроле других участников консорциума. Для их разрешения необходимо провести общую рабочую встречу. Пока же эти вопросы остаются открытыми. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В России больше не будут строить жилье эконом-класса. Однако это не значит, что теперь квартиры будут видными. По предложению федерального Минстроя вводится понятие «стандартное жилье». Эпоха одиночных многоэтажек закончилась. Люди выбирают не квартиры, а целые районы, в которых созданы комфортные условия. Нынешние стандарты качества, которые используются в многоквартирном домостроении, устарели. Министерство России объявляет международный конкурс дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки. На основе лучших примеров комплексной застройки, в которой входят не только жилье, но и социальные объекты, создадут проекты повторного применения для тиражирования по всей стране. Ожидается, что уже в феврале 2018 года будут определены 20 финалистов, каждый из которых получит на доработку проекта 1 миллион рублей. Весной планируется объявить победителей конкурса. Была ненужным мусором, стала ценными бумагами. Речь о макулатуре. В Чувашии стартовал ежегодный проект «Вторбум». Первыми сбор организовали в 54-й Чебоксарской школе. Сбор макулатуры. Для наших родителей это дело было привычное. Когда они были более 90-е годы, мы макулатуру практически не собирали. Зато для нынешнего поколения школьников эта традиция, похоже, возвращается. Мешок со старыми книгами и журналами. Первоклассник Ваня без помощи папы не донес бы. Взвешивание показало 18 килограммов. Есть намного больше. Один мальчик вчера за один день сдал почти полтонны. 459 килограммов это за один день они сдали. Выяснилось, этот рекордсмен школы и есть Ваня. Просто вчера принимающий был другой. «Просили у соседей. Собирали дома всякие старые книги, газеты, бумаги, тетрадки». «Столько накопилось, они не ожидали, что так много опять получится. Ну, что так много получится. Ну, вот пришлось три раза приезжать, чтобы сдать это все дело». Для детей и родителей сбор макулатуры – это, конечно, соревнование. Однако опрос показал – школьники понимают, что делают полезное дело – спасают лес. «Деревья перерабатывают углекислый газ и дают нам воздух». 54-я школа участвует в акции по сбору макулатуры «Авторобум» уже третий год. За это время здесь собрали около 30 тонн, а значит, спасли полторы тысячи деревьев. «Основы экологического воспитания закладывается с детства. Наша цель, скорее всего, чтобы каждый ребенок нашей школы внес практический вклад в дело сохранения природных ресурсов». Всего в проекте участвует около 100 образовательных учреждений. Все, что соберут, пойдет на переработку. «У нашего проекта есть организация-партнеры, которые организовывают сбор и уже направляют переработку. Из этой бумаги впоследствии производится современный утеплитель – эковата». В этом году акция не ограничивается только сбором макулатуры. Самым активным участникам организатора предоставляют саженцы деревьев. «Осенью деревья лучше проживаются весной, потому что влага лучше сохраняется». Кроме озелененной территории, школы получают денежные компенсации за каждый килограмм. На нее приобретают книги и школьный инвентарь. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика. «Свет далекого детства». В книге под таким названием педагог Юлия Тумаланова собрала короткие рассказы для своих учеников. На презентации нового издания побывали и мои коллеги. Короткие рассказы для детей – особый жанр в литературе. От автора требуется умение подавать историю так, чтобы она была понятной, интересной и поучительной. Юлия Тумаланова больше 50 лет. Проработала учителем начальных классов и хорошо знает. Маленькие дети любят слушать истории о том, как взрослые. Из воспоминаний родилась идея книги. «Я им рассказываю из своей жизни. Они с открытым ртом слушают. И однажды одна девочка нарисовала то, что я рассказала. И у меня появилась идея. Давайте, дети, мы с вами проиллюстрируем вот эти все рассказы с радостью. За неделю сделали эти картины. Вы увидите книгу». «Свет далекого детства» – книга не только для детей, но и для взрослых. Юлия Васильевна надеется, прочитав ее, мама и папа поймут, как важно учить ребенка на собственном примере. Как необходимо сохранять и передавать из поколения в поколение воспоминания, из которых складывается история семьи. Ростелеком предлагает своим клиентам новую услугу – видеонаблюдение. Благодаря ей в режиме реального времени можно контролировать происходящее в доме из любой точки мира, где есть интернет. Какими еще новинками радует Ростелеком, узнаете прямо сейчас. Я же Ольга Панова с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Услуга видеонаблюдения – простой и недорогой способ держать ситуацию дома под постоянным контролем. На экране компьютера или смартфона в онлайн-режиме можно увидеть, чем занят ребенок и его няня, как чувствуют себя пожилые родственники, как продвигается ремонт и все ли хорошо в квартире. Видеокамера позволяет осуществлять съемку в темноте, фиксировать движение и улавливать звук. Видеозаписи в архиве можно хранить в течение семи дней. На базе iOS и Android есть приложение, которое для пользователя абсолютно бесплатно. Подключается камера тоже самостоятельно, то есть мы это попробовали сделать, у нас это заняло 5 минут времени. То есть она автоматом, когда скачивает абонент приложения, находит Wi-Fi-сеть, дописываются пароли, через QR-код она подсоединяется. В вопросе безопасности детей могут помочь умные часы. Главный плюс устройства в том, что через мобильный телефон в режиме онлайн можно отследить местоположение ребенка, а также позвонить на эти смарт-часы, чтобы проверить обстановку вокруг малыша. При помощи мобильного приложения для iOS и Android можно заранее определить зону безопасных перемещений. При выходе ребенка из определенной мгновенно сработает смс-оповещение родителей. Также в приложении включается датчик снятия с руки, чтобы, соответственно, вы могли видеть, когда ребенок снял, случайно руки помыть, либо же специально. Кнопка SOS, она же кнопка выключения, ребенок сам выключить часы не может. Пока часы как бы вот не выключатся, сами у него батарейка не сядет, он их выключится. Соответственно, если он будет стараться выключать, к вам придет поведомление SOS. Коробочный продукт, видеонаблюдение и детские умные часы можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в Центр продаж и обслуживания Ростелекома. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика.